Игорь Николаевич, приветствую вас сердечно. Все ждут нашей очередной встречи, чтобы посмотреть. Напишут все комменты, подключаются на наши каналы, все подключаются и на Ютубе смотрите. И там много-много выступлений Игоря Николаевича Острецова, профессора, физикоядерщика, который такую работу сделал и хочет это дать человечеству. У меня есть такие афоризмы, которые я создаю. У меня есть такой афоризм. Критерием нормальности человека является, когда он волнуется не только о себе, но и о человечестве. Вот как раз мы нормальный человек, а еще и профессор к тому же, а еще и уникальная личность. Я очень рад видеть ромашку, белую ромашку, которую я вам вручил. Вот вы сейчас как будто в ореоле таком. Мне очень нравится. А вы посмотрите, я еще рисую сейчас очередную белую ромашку. Очень хорошо. А я теперь буду под ромашкой сидеть, весь цветочек. А вот эту ромашку, она пока как космический звездолет, но я должен белым еще там добавить. И я думаю, нам напишут комменты, сколько белого добавить. Да, и я смотрю, там лепестков стало больше. Да. И ромашки множатся. Может, мы подарим такую ромашку еще и Николаю Сорокину, который проводит праздники науки, и с которым было интересно разговаривать. И может, ему тоже подарим. Хотя он говорит, надо сделать это символом цветок любви. Ну, человеческой любви. И символ будет, не будет. Они там, девочки, когда лепестки отрывают, они же там считают, любят, не любят, любят, не любят. То есть взгляд в неопределенности. А вот мне прислал там вопрос для вас. Один вопрос прислал. Ну, я думаю, может, он понял все, что вы говорили. Может, не понял. Но какой-то, мне показалось, вопрос человека, который не все понял. Он говорит. А не интрига ли это то, что говорит Игорь Николаевич? Ну, взял бы в открытом доступе и выставил документацию. А я ему написал там в ответе, в личке, а что бы вы с ней делали? И вот поэтому я вас прошу, Игорь Николаевич, может, ответите ему на этот вопрос? Очень просто. А я все выставил в открытом доступе. Я просто сейчас не готов к этому вопросу. Я бы дал просто интернет-ссылку. То есть я же получил свидетельство на авторство по всем этим делам. И это открытый документ. К нему есть приложение, где все это изложено. Никаких хитростей. Суть этого дела я в каждом интервью рассказываю. Ускоритель Богомолова с достаточно высоким КПД. Потом Мишень, которая вырабатывает тот спектр в нейтрону, который является оптимальным для данного процесса. Для, например, наработки плутонии требуются нейтроны одной энергии. Для наработки никеля-63 другое. Для плутония-238 другие нейтроны. Для медицинских тоже свои нейтроны. Обычно в современных технологиях для всех этих наработки, всех изотопов используются ядерные реакторы, где имеются нейтроны всего спектра от нуля до бесконечности. И поэтому этот источник нейтронов крайне неэффективен. Я ничего не скрываю. Я все говорю, все объясняю. Тем более, что авторство за мной уже зафиксировано. Поэтому человеку либо лень было порыться в интернете, либо он просто не понимает сути вопроса. Я рассказывал неоднократно, в частности, в интервью с вами о том, что есть три типа источника нейтронов. Это ядерные реакторы, термоядерный синтез и ускорители элементарных заряженных частиц, которые воздействуют на мишени, инициируют ядерный каскад, в котором нарабатываются нейтроны. Первые два источника нейтронов являются крайне неэффективными. И у человечества на будущее есть только единственный источник нейтронов, чтобы выжить. Это ЯРТ-источник, ядерные элективистские технологии. То есть ускоритель Богомолова и мишень, которые вырабатывают нужные нейтроны, нужные энергии. Вот всё. Я ничего не скрываю. И более того, это опубликовано. Я сделал открытую эту статью тогда, когда мне фиксировали моё авторство. В качестве приложения к этому свидетельству служит эта статья. Всё это есть в интернете. Просто лень порыться к кому-то. Он либо по заказу пишет, что я что-то скрываю. Я никогда ничего не скрываю. Даже что мне романка помогает очень сильно. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. А вот ещё такой вопрос был. А что бы нам народу всему не объявить? Вас спрашивают об этом. И все бы собрали деньги и создали этот ядерный реактор Богомолова. И был бы у нас этот реактор. Я ему пишу там в личке. Ну не разрешают же это делать. Вот же в чём проблема. Правильно ли я ему отвечаю? Абсолютно точно. Я же на кухне не могу это сделать. Мне нужен ускорительный эксперимент. Такие ускорители есть в институте в Дубне, либо в Кротвино. Туда нужен доступ. Этот доступ контролируется. Кириенко. Он запретил эти работы. Вот всё. Поэтому пробить надо вот этот пункт. А деньги и из-за рубежа дадут. И я уверен, что и наши все соберут немедленно эти деньги, когда сейчас вот энергетический кризис наступает, и Европа даст. Мне вот сейчас даже из Австралии звонили, деньги предлагают. То есть объявить, если мы имеем право работать, я думаю, что Хасай под Ромашкой выступит. Давайте разрешение получено, и давайте начинайте работать. Можно пошутить? Я пошутить хотел по поводу Ромашки. Я напишу ещё одну Ромашку. Мы её продадим за миллионы долларов. И всё. И начнём. И начнём. Да, и начнём. Игорь Николаевич, а вам самому хотелось бы что-то вот этим людям, которые что-то недопонимают, добавить для уточнения? Вот, например, им же, например, ну, так и я понимаю. Я же не физик-ядерщик никакой никогда не был. Но я постепенно понимаю, что вот запретили этот реактор делать, потому что это Кириенко или кто-то другой, я не знаю, или Америка запретила, а наши их слушаются. Ну, где-то вот какую-то фразу, чтобы до любого человека. Вот домохозяйка сидит, и она всё пишет, что они вас любят. Я не понимаю, почему они вас любят. Может, потому что они видят, что человек благородный, занят своим делом, любит своё дело, без остатка, всю жизнь этому посвятил, хочет помочь людям, чтобы у нас энергетика была, чтобы она сохранилась, чтобы свет был. А в чём чистая энергетика? Да, да. Вот этой домохозяечке, которая прекрасная дама, с тёплым сердцем, с душой, пишет вам всё время. Их очень много, там сотни пишут, как мы любим Игоря Николаевича, давайте все ему поможем. Вот ей объясните, вот как Ленин говорил, надо образование дать такое, чтобы даже кухарка понимала, как управлять государством. Вот чтобы вот этой кухарочке дать понятие, что вы такое сделали, если бы, допустим, мы пробились до руководства страны, и они бы создали группу учёных, и вы бы им ещё раз объяснили, потому что вы же неоднократно этим физикам, ядерщикам тоже объясняли. Они почему против? Физики, ядерщики. Или они не понимают, или кто-то им мешает понять? Ну, я сказал, то есть, все же сидят на зарплате, контролирующую ситуацию, Кириенко у нас в стране, потому что он был поставлен для того, чтобы отправлять уран в Соединённые Штаты, потому что они без этого не выживут. А американцы поняли, что в этой технологии есть военные применения, которые обнуляют авианосный флот Штатов. И Штаты становятся обычной региональной стороной, поэтому они запретили, поэтому и Богомолова убили, чтобы больше нигде не делали ускоритель. Дом Сарой был сделан и передан. Я это миллионы раз говорил, везде писал. То есть, все дело в том, что это запрещают американцы, а у нас, которые контролируют этот процесс, запрещают внутри страны. Вот все. То есть, самое страшное для американцев, я всегда говорил, это гибель России, потому что мы снабжаем их обогащенным ураном. Если его не будет, Штатов тоже не будет очень быстро. И Украины в том числе. Я же ничего абсолютно не скрываю. Мне абсолютно ничего не страшно. Поэтому вас и любят, и уважают, потому что вы все время пытаетесь это говорить, открываете вот это все. Я не только пытаюсь, а я просто говорю. Да. Так вот, Может быть, это дойдет, наконец, до наших верхов. Если люди будут требовать это дело, открытой дискуссии на эту тему, что там обсуждали не эту дурацкую войну на Украине, а обсуждали бы энергетические вопросы, и что войну на Украине можно прекратить за три дня, если туда уран не поставлять, то тогда начнется разговор по существу и работа по существу. Я вот чего требую. Вот здесь вопрос поступил. Позвольте задать два вопроса Игорю Николаевичу. Я живу в Германии. Что будет с нами, с жителями Германии? Как можно помочь Германии с электричеством? И второй вопрос. Если наше государство не предпринимет меры по электричеству, как быть простым людям? Что мне лучше всего установить дома, чтобы всегда был свет? Я хочу все изучить. Всю информацию об электричестве, насколько это возможно. Вот дама пишет. Вот, пожалуйста. По-моему, да. Эта зима, скорее всего, будет в Европе очень тяжелой, поскольку Штаты на грани разрушения. Поставлена задача ликвидировать поставки в Европу нефти и газов, которые мы проводим через Украину. Если это произойдет, то у них останется только одна альтернатива покупать газ и нефть в Соединенных Штатах, которые они получают из сванцев. Это очень дорогая штука. Да я боюсь, что и Штаты перестанут поставлять тогда в Европу. И Европа просто рухнет. Многие европейцы уже понимают, что главный их враг – это Соединенные Штаты, а вовсе не Россия. Мне просто звонят из Европы. Этот вопрос обсуждают. Какая Россия им враг, когда она туда энергоресурсы поставляет? Какой это враг? Это не враг. А наоборот, поддерживает их жизнь. А если это будет прекращено, то в Европе, мягко выражаясь, будет очень непросто. И я боюсь, что уже этой зимой цены пойдут катастрофически, потому что сейчас вот эта операция в Курской области направлена на то, чтобы в первую очередь ликвидировать газопроводы и нефтепроводы в Европу. Вот тут вопрос вам прислали. Я живу, как будто уже все это жила, и все зависит, как ты хочешь посмотреть на свою жизнь, отжившую. Так и будешь чувствовать, действовать, и какой ты хочешь итог. Ра и ля. Ну, это уже философия. Пишут. Свои мнения пишут. Вы вообще всех всколыхнули, все пишут. И я хочу, пока я жив, максимально помочь. Потому что сценарий развития этого мира созревает не в головах идиотов, которые сегодня наверху сидят, а они были спланированы Богом Отцом. Этот сценарий надо понять и сделать все возможное, чтобы он реализовался. Просто крови будет минимальное количество. Если же мы будем продолжать валять дурака, то крови будет очень много. И я просто обязан, покажи, сделать, так сказать, все возможное, чтобы количество крови, человечеством крови, было минимальным. Ради этого я, так сказать, и живую работу. Вот здесь вопрос. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у Игоря Николаевича, может ли он дать прогноз на будущее? Какие отношения сейчас между США и Китаем? И какую позицию Китай захочет занять сейчас в мире? Что будет ядерным топливом на АЭС в Украине? И когда их будут останавливать? Спасибо. Кстати, давно его не было с Максимом Шингаркиным. Вам советуют с Максимом Шингаркиным выступить. Вы с ним, видимо, выступали уже, да? Ну, мы с ним друзья были, и поэтому часто выступали. Ну, кстати, в одном из своих последних выступлений Макс очень подробно рассказал о ситуации с поставками урана в Соединенные Штаты. И что если этих поставок не будет, то и Украина, и Штаты немедленно накроются. Макс об этом очень подробно тоже рассказал. Я об этом говорю уже больше 30 лет. Но меня никуда не выпускают. А Макс на своем сейчас канале YouTube очень подробно всю эту ситуацию рассказал. Игорь Николаевич, позвольте, я задам вопрос такой, который во мне все время теплится из всех этих вопросов и наших бесед. Вот если все получат вот это бесплатное, такое дешевое электричество во всем мире, это невыгодно тем, которые владеют этим, вот этой инфраструктурой, сложившейся уже по выработке электроэнергии, да? Поэтому они хотят сократить до миллиарда человечества? Ну да, они разработывают сценарий, в котором эта Чубайш же открыто об этом сказала на Довольском форуме, и потом, что сейчас минимум 4 миллиарда человек в ближайшее время надо уничтожить. Это же открыто было заявлено. И каждый человек должен подумать, как он попадет в списки этих 4 миллиардов, или он, так сказать, в своем замке запрется. Если он не сумеет запереться в замке, то у него очень большой шанс попасть в состав этих 4 миллиардов. И человек должен оценить, нравится ему это или не нравится. Если не нравится, он должен против этого протестовать и выступать. И внедрение... Почему они этого протестуют? Потому что внедрение этих технологий ликвидирует вот эту финансовую верхушку. Начнется с ликвидации Соединенных Штатов, а дальше все будет проще. Ну да, вот все-таки какие отношения сейчас между США и Китаем, и какую позицию Китай захочет занять сейчас в мире? Это будет зависеть от позиции России. Если Россия будет вести правильную, так сказать, правильно действовать, то Китай будет на ее стороне, естественно. Если нет, то Китай просто заберет Сибирь и в России погаснет свет и отключит канализацию так же, как во всей Европе. Люди должны думать, с кем им быть. Вот спрашивают, зачем нам наши строят туркам АЭС? Зачем наши строят... Вот вопрос, зачем наши строят туркам АЭС? Ну, в общем-то, это давнишнее решение. Турция попросила. Она маловероятна, что будет работать, потому что урана очень мало, а строительство затягивается очень сильно. Конечно, это для популяризации вообще Росатома, потому что ведь она строится за российские деньги, к тому же еще. Поэтому это просто ведь... Штаты платят за уран Росатому. Эти деньги надо куда-то девать. Вот и строят за рубежом. Игорь Николаевич, вот вопрос, можно ли использовать ускоритель Богомолова в медицине? Можно. Более того, значит, работа начиналась с того, что нам в Испании предлагали на одном острове сделать медицинский центр онкологический с использованием ускорителя Богомолова. Он компактный, очень эффективный, гораздо лучше того, что есть сейчас. Но, к сожалению, вот все эти работы, в том числе и по медицинским приложениям, были запрещены, потому что делать ускоритель Богомолова запрещено, потому что он, будучи поставлен на самолет, я рассказывал, что у меня директор завода в Ульяновске звонил практически каждый день, когда, наконец, начнем работать и восстанавливать на Антеи ускоритель Богомолова, чтобы контролировать весь мир. Но, к сожалению, те, кто сидит наверху, сумели уговорить. Ну, конкретно это Кириенко контролирует эту ситуацию. Он поэтому там и сидит. Ну, любой нормальный человек подумает, можно ли человека, который ни малейшего отношения и не имел к атомной промышленности, ставить во главе этой промышленности. Это же вопрос для идиотов. Да, это интересно. После этого надо думать, с какой целью он там был поставлен. А перед этим было подписано соглашение Горчерномырня по поставкам урана в Штаты, против которого все возражали. Поэтому посадили человека, который это соглашение выполнял до каждой строчки и до сих пор продолжает выполнять. Вот все. Что-то сложного. Надо просто логически мыслить. Логика на уровне первого класса, средней школы. Что тут хитрого? Игорь Николаевич, извините, позвольте, один вопрос у меня сложился такой наивный. Вот значит, уран у нас в России, а капитализм в Америке, да? И потому как капитализм был, как вы в прошлый раз говорили, выгоден на первых этапах развития человечества, чтобы человек с коня пересел на автомобили и так далее. Тогда было выгодно капитализм. Я более общую формулировку всегда использую. Царь земной, то есть деньги. Какая разница там капитализм, фашизм, деньги правили миром. Да. А в России как раз-таки уран, как раз-таки источник для того, чтобы сделать электричество для всех, как раз в России. Вот и получается вот это столкновение между двумя державами и идеологиями, ну, не капиталистическими, а деньгами, вот как вы говорите, Мамоной и Царем Небесным. Да, вот а теперь насчет Царя Небесного. Очень интересный вопрос. Добрый день, детский вопрос написали. Кто тогда создал или как был создан Высший Разум? Высший Разум — это и есть результат развития разума человечества за всё время его существования. Именно поэтому разум на Земле уничтожен быть не может, потому что в ответе стоит именно Высший Разум, который создал проект нашего мира. То есть задавать вопросы о причинно-следственных связях в рациональном нельзя, потому что там нет метрики. То есть то, что нас ждёт впереди, создание Высшего Разума Бога Отца, этот Высший Разум Бога Отца и создал этот мир. У меня всё в книжке написано. Игорь Николаевич, а вот... То есть то, что если Высший Разум всё создал, то кто создал Высший Разум? Я сказал, что там нет причинно-следственных связей. Высший Разум — это и есть результат развития разума человечества за всё время его существования. Это то, что обычно называют ноосферой, да? Вот эта ноосфера, которая теория существует. Да, не надо слов придумывать. Они все есть в Евангелии и в Библии. Ну, вот эти заповеди, которые... Если соблюдать заповеди, но человек, чтобы понял, какую заповедь соблюдать, какой момент, ему надо дисциплину придерживаться. А есть люди благородные по природе, которые совестью чувствуют. Вот Толстой говорил, что компасом среди разнообразия мира является компас — это совесть. То есть человек должен быть совестливый. Ну, у нас в Советском Союзе никто же так Богу не верил. У нас был атеизм, но были люди порядочные. Этого достаточно, чтобы быть порядочным? Или надо обязательно вот... Да нет, Советский Союз, я тоже много раз это объяснял, Советский Союз был создан только по одной причине. Тоже элитарная система была, и она должна была быть ликвидирована тоже. Она и ликвидирована была. Но Советский Союз вызвал, он выполнил величайшую миссию в истории человечества. Он предотвратил возможность реализации сценария «Золотой миллиард». За его спиной поднялись такие страны, как Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, и уничтожить их нельзя. Если бы Советского Союза не было, как только начались бы проблемы с энергетикой, и западные страны поняли, что нужно оставлять только «Золотой миллиард», они как в прелиях в Соединенных Штатах, когда туда прибыли, всех уничтожали, а сами оставали жизнь. И так бы, если бы Советского Союза не было, они бы всех, по их мнению, лишних людей бы просто уничтожили. И никого бы не спрашивали. Об этом никогда не говорят и не осуждают. А вот когда Советский Союз стрелял богатых, царскую семью, кому она нужна к чертовой матери? Это царская семья. Вам нужна царь, батюшка? Мне никогда не был нужен. У меня своя голова на плечах. Я подчиняюсь только законам этого мира, законам Создателя. И все должны этим законам подчиняться. Вот поэтому, Игорь Николаевич, извините, поэтому, например, власть не любит свободного художника. Потому что, наверное, власть вообще не любит свободного художника. Потому что художник подчиняется законам гармонии вселенской. А власть хочет, чтобы художник ему подчинялся. Поэтому есть цензура. Это совершенно разные вещи. Есть свободное творчество. Это в рациональном уже изначально. И там нет никому подчинения. Если вы творите что-то сами и для людей, то никому вам не надо подчиняться. Если это для того, чтобы человека радовало, чтобы ему нравилось. Более приятная жизнь. А я говорю о вещах материальных, как они должны строиться. Значит, в мире, где правят деньги, там основная задача – нахапать побольше. А при царстве царя земного не будет никакой частной собственности, никаких начальников. Царя небеса. Это уже материальная сфера. И не надо путать и рациональную сферу, куда мы должны переместить все интересы человека. А материальные вещи, они должны просто просчитываться как наиболее оптимальным способом всех обеспечить. Если лицо будет бесплатное практически, вот если такое произойдет, как вы мечтаете и делаете… Не если произойдет. Это обязательно произойдет. Вопрос, какой ценой мы достигнем этого состояния. Если будем продолжать за Единую Россию, например, голосовать, то больше крови прольют. А если перестанут за Единую Россию голосовать, то прольется меньше крови. Вот сейчас же был скандал в Думе, когда Беловус там выскочил и сказал, выступил и сказал, что всех вас надо пересажать. Им же это очень не понравилось. Даже Володину сказал, «Вы подайте прошение об отставке и о возбуждении против вас уголовного дела». Это же не я сказал. Это было произнесено в Думе Беловусовым. Игорь Николаевич, я к своему изумлению… И люди после этого, как в целом, говорят, может, он, конечно, врет, что первое место по голосам занимает Единая Россия. Но я не знаю, удивляюсь на людей тогда, если это действительно так. Но я все-таки надеюсь, что это просто вранье. Игорь Николаевич, я в прошлый раз, когда мы отдельно разговаривали здесь у меня, я изумился, что вы, оказывается, еще экономист. И вот это я бы хотел, если можно, в следующий раз или в одном из следующих разов. Не сразу, может быть, а в одном из следующих разов. Ну, посмотрим в комментах, что напишут, если все захотят, как экономиста вас услышать. Ну, то есть моя экономическая концепция, которая следует вот из моей философии ненасильственного развития, она четыре раза номинировалась на Нобелевскую премию. Потому что там действительно не как в теории Маркса описано, каким образом произойдет замещение вот старой социальной системы на новую, а указаны истинные причины, каким образом это произойдет. Это академик Львов Дмитрий Семенович, которым мы стали друзьями до его смерти. Он мне позвонил, он меня постоянно приглашал к себе в отделение, ну, чтобы я в академию пошел, и я там выступал со всеми этими Абалкинами, беседовал с Сережей Глазиевым, со всеми беседовал. И они просто ничего в экономике не понимают абсолютно. Я им все это дело объяснял, и Дмитрий Семенович все это очень поддерживал. К сожалению, вот он и умер. А он был академиком-секретарем отделения экономики в Академии наук. Игорь Николаевич? Он постоянно бывал на квартире, он приезжал ко мне на дачу, он около метро проспект Мира жал. Там во дворе трехэтажный или двухэтажный, я забыл, в кирпичный красный дом, все могут пойти, и там его супруга осталась, молодая. С первой жены она развелась. На дочке, вот от первой жены, Сергей Глазиев был женат, потом тоже развелся. Игорь Николаевич, мы здесь пишут спасибо. Вопрос о том, что США законодательно отказалась от поставок урана из РФ и в скобочках «сейчас» как исключение. Ваши комментарии. Вот так вот. Я в этом не разбираюсь, не в экономике. Нет, это вранье чистой воды. Люди, провокационные вещи, они просто не дочитывают до конца. Вслед за этой фразой, что Конгресс и Сенат принял такой закон, дальше написано, что по требованию фирм-поставщиков это решение отложили до 28-го года. И более того, этот год, 24-й, оказался рекордным по поставкам обогащенного урана в Соединенные Штаты. Это просто провокаторы пишут эти вещи. Что, они не дочитали дальше, что ли? Конечно, читали. А просто, чтобы повесить людям лапшу на уши, затуманить ситуацию. Это типичный противопровокационный вопрос. Почитайте дальше, что произошло. Этот год рекордный по поставкам. Как Штаты будут жить, когда у них ни одной центрифугии нет? Они полностью сидят на нашем урале. А это для дурачков. Они вот такие решения в Сенате и в Конгрессе принимают. И тут же их отменяют. Игорь Николаевич, а вот как именно обнулится военно-морской флот США ускорителем? Вот такой вопрос задали. Но я должен вам передать этот вопрос. Тоже миллион раз рассказывал. Ускоритель Богомолова на борту самолета летит на высоте 10 тысяч над Терсидским заливом. А туда приплыл авианосец. На самолете стоит ускоритель Богомолова, и рядом с ним сидит российский офицер. У ускорителя есть два режима. Инспекционный, который позволяет обнаружить, есть ли радиоактивные материалы на борту того или иного судна или нет. И второй режим, боевой, если только увеличить. Дается импульс с деятельностью одна сотая секунда. Развивается ядерный каскад в атмосфере. И до авианосца наверху приходит пятно, состоящее в основном из нейтронов, диаметром примерно в 60 метров. Длительность одна сотая секунды. И под действием этих нейтронов критический реактор немедленно в лучшем случае плавится или взрывается в зависимости от того тока, которого ускоритель был заложен. Вот все. И у американцев проблема. Что делать с этим авианосцем? Топить на месте, тогда все арабские страны устроят жуткий скандал. Если им в Красном море потопить авианосец с расплавленным реактором, либо тащить его до Америки, что тоже смех сплошной. Вот и все. Вот тут пишут, я в шоке. Задали вопрос об ускорителе, а спрыгнул на птичек и разуме из большого взрыва. Это трындец. Вы, наверное, спецом только хвалебные комменты оставляете. Просто трындец, ни о чем. Спросили, можешь делать ускоритель, а он про заповеди вдувает. Полное разочарование. Мужики готовы делать на коленке ускоритель, а он, ну, мягче там, я скажу, мягче, чем там написано, а он чепуху втирает о большом взрыве, при котором образуется компьютер. Люди разные, Игорь Николаевич, поэтому кто-то понимает, кто-то не понимает, а это же есть наш мир. Поэтому, наверное, столько проблем у вас возникает. Вы же как бы пианика. Нет, понимают его, простые люди все понимают обычно. Но есть же, так сказать, Росатом, и там сидит Лихачев, и Кириенко курирует его. Они нанимают людей, которые пытаются вести остальных в заблуждение. И поэтому та простая интерпретация, которую они пользуются тем, напрямую контакт со мной, они никто не выходит. Боятся. А вот так, чтобы людям, которые стараются истинно понять и служить, им же обязательно их надо запутать. Вот и все. Это обычные провокаторы, или как Христос их называл, фарисеи, которые пытаются, запутать мозги обычных людей, чтобы они орали, как на площади, распни его. И глупцов тоже много, которые не вошли в курс дела, а уже выставляют свои мнения, даже не понимая, о чем они. Да не выставляют, я еще раз говорю. Они не выставляют своих мнений. А в Росатоме есть специальный аппарат, который контрмеры разрабатывает, формулирует вот дурацкие вопросы, чтобы запутать людей. Я потому что поясняю это тысячи раз, и тем не менее эти вопросы поступают. А когда я пишу, давайте сядем за общий стол и поговорим, они мне отписки и встречаться со мной не хотят. Я Кириенке огромное количество писем написал, чтобы мы сели за общий стол и переговорили. Более того, я бы ему подсказал, как вылезать из этой ситуации, потому что он же абсолютно ничего не понимает и для себя готовит петлю. Вот что я делаю. Для новичков я хочу сказать, которые впервые на наших встречах речь идет о том, что Игорь Николаевич не просто изобретает, не просто специалист по ядерной физике, он имеет репутацию в мире известную. Это серьезная репутация, это профессор, он работал там. Где вы работали, Игорь Николаевич? Там вот скажите в двух словах. Зам. Директор института я был предпоследним местом работы, а потом я работал в ВКБ Гидропресс в одном из ведущих организаций Росатома. Но меня оттуда уволили, а институт мой закрыли, и там устроили арт-отель. Мы сегодня туда ездили перекусить, но в мой кабинет меня не пускают. Понятно. Это улица Космонавтова, дом 6, там сейчас арт-отель Москва. Единственный институт, который занимался делом в Росатоме, его меня уволили, а институт закрыли. Вот что после этого мне говорить. Мне вот сейчас из Сибири постоянно присылают письма и просьбы возбудить уголовные дела о том огромном финансовом ущербе, который вся эта публика нанесла России. Это будет почище, чем те потери, которые нашел белаусом. Вот Кириенко это тот, про которого в народе шутя говорили киндер-сюрприз, нет? Это или другой? Что, что не понял. Кириенко это тот, про которого шутя в народе говорили киндер-сюрприз, или другой? Ну один Кириенко только есть. Почему так его назвали? Он же был премьер-министром одно время, и после этого был дефолт в России, если помните. Он обвалил Россию, и за это его сделали главой Росатома. Бывали такие чудеса на белом свете, если страны не приказали. Если руководитель Росатома вообще некомпетентен в этой деятельности, да, это вообще как-то... Естественно, это седиотизм. А теперь они не хотят, чтобы вы свою теорию, свою концепцию. Игорь Николаевич, а вы можете книгу показать свою для тех, которые впервые вдруг пришли на наши встречи? Книга у вас рядом ваша про ненасильственное развитие? Ну принеси книжку, они там стоят, экземпляры сейчас. Их уже несколько было изданий. Это все не держатся. Пока Наташа принесет, а я вот сейчас вам прочитаю вопрос. Вот сейчас совсем ничего не понятно. Отдали ускоритель в железе вместе с документацией или одну документацию США? А за последние 10 лет в Сарове сдавали металлолон? Осталось в России или документация на ускоритель на обратной волне УЛОВ? УЛОВ? Большую букву в кавычках. Ускоритель линейный на обратной волне УЛОВ. Да. Или есть один экземпляр только в США. На сегодня Ну опять вы можете серьезно к таким вопросам относиться? То есть документация у вас уникальные вещи, а вы все отдали в Соединенные Штаты и себе ничего не ответили, не оставили. Это для детского сада вопрос. Вот здесь написано на сегодняшний день есть на земле живые люди, которые были свидетелями работоспособности ускорителя. Ну естественно в МИФИ есть, там проводились испытания, сейчас в Севири есть такие люди, я с ними постоянно связан. Так И опять я тысячи раз объяснял, что эта программа является абсолютно безальтернативной людям, выживать больше не на чем, потому что газ, нефть кончаются, возобновляемые источники, их нерентабельность уже показана, а перспективные программы типа термояда и реакторов на быстрых нейтронов, на которыми работают уже около 80 лет, а в ответе ноль, это глупость, поэтому обсуждать что-либо это только для дураков, альтернативы нет, этого не будут, все подохнут. Вот здесь опять написано «Хороший был вопрос, выводы из туманных ответов Острецова». Первое. Никакой документации по Богомоловскому ускорителю Острецову нет. Второе. Острецов сам... А у меня никогда ее и не было. Второе. Она есть в Сибири, она есть в Сибири, где работал Богомолов, и в Сарове. Третий пункт. Со слов Острецова, русского ученого Богомолова из-за двух дочерей за границей в Саров не пустили, а иностранцев какие-то американцев пустили, еще и далеко. Да, это удивительно. Это вопрос Кириенко, а не ко мне. Вопросов много. Нет, это мне мужики оттуда сразу позвонили и сказали, как только тебя перестали пускать, то сразу приехали американцы и им передали документацию образец ускорителя. далее. Вот, еще третий вопрос у него, у него же, у меня вопрос к Средцову, ты что натворил с российской документацией, не принадлежащей тебе? ну, какой документации, я не понял. По Богомоловскому ускорителю. А что, я в Саров только передал, где его делали, они, я туда приехал, меня пригласили туда где-то году в восьмом, я уже сейчас не помню, и предложили делать ускоритель там, поскольку Лёшку не пускали, я её туда привёз, вот всё. Вот тут ещё вопрос с Средцову, если ускоритель может быть инспекционным устройством и с высоты 10 километров взрывать реактор авианосов, а может с большой высоты, но вопрос в другом, если его установить на земле, то он может быть противоракетным оружием или на боеголовку, он не имеет воздействия, пока все компоненты там не сблизятся, но сблизившись и так произойдёт взрыв. Вот я не понимаю. Это вопрос тоже прорабатывался, мы же нас тогда военные очень сильно поддерживали, эти мы вопросы обсуждали с 12-м институтом Министерства обороны, это ведущий институт, там был директор контр-адмирал, забыл его фамилию, а зам у него Ковченко был, очень хороший мужик, Тарас Григорьевич, у них в семье через одного были Тарас Григорьевич и Григорий Тарасович, и значит они прямо визгали от восторга и говорили, дайте только нам этот ускоритель, а применение ему у нас масса есть, то есть я же в Министерство обороны и в Генеральный штаб как себе домой тогда ходил, и мы проводили Миронов, обратитесь к Миронову, Лириновский, проводили массу совещаний на эту тему, военные вообще от восторга визжали, естественно, там можно и боеголовки перехватывать, и зачем это на земле устанавливали, это устанавливалось на дежурных самолетах, которые в случае ядерной атаки могли перехватывать боеголовки, все это прорабатывалось, это обратитесь в 12 институт, они вам все это расскажут, как там контр-адмирал выскочил из головы фамилия, у меня там тогда нас абсолютно все поддерживали, я же всем показывал письмо Жириновского, которое он подготовил для Путина, и там резолюция Путина есть, я могу здесь это продемонстрировать письмо, а к Миронову тоже обратитесь и спросите, сколько он совещаний на эту на эту тему провел, и у него там все присутствовали, и все молчали, и Академии наук, и Росатом не посмели даже рот открыть. Вот тут вопрос еще, почему нельзя выпускать эту батарейку, о которой вы говорите, в России будем покупать на Алиэкспресс, опять кормить китайцев, на ум мастер, а на деле ноль, обратитесь в Собелмаш, с их электродвигателем и нашей батарейкой можно сделать отличный электромобиль. Игорь Николаевич, я вот сегодня понял вот что, Кириенко, который некомпетентный в атомной промышленности, был назначен начальником атомной промышленности, это как раз подтверждает ваш тезис о том, что нам начальники не нужны. То есть вы говорили об этом, что вот эти начальники, они управляют людьми, которые вы работали как-то в таком коллективе, когда начальников не было и люди сами понимали, что им надо делать и приводить. Перестройка именно с этого предложения начиналась. Ликвидировать партию и начальников избирать. Тогда этого бардака никогда не было. Потому что люди не позволили начальникам воровать. То есть выборы сразу убирали. Выборы нужны, да? Выборы нужны, да? Вот так вот, как в Америке получили. в коллективе причем-то в Америке. Это не те выборы, там, видимо, а в коллективе надо выбирать, чтобы люди были компетентны полностью. Потому что что делается в коллективе, люди знают и понимают. А что делается в государстве, вот они никто не знает и не понимает. Вот и голосуют за единую Россию. А за начальника, который ворует, никто бы никогда не проголосовал. Так это как Ленин говорил, плюс советская власть, это вот как раз таки, когда в коллективе решается вопрос советской власти, плюс электрификация всей страны. В профессиональном коллективе. Да, профессиональном. Но обеспечение всего, обеспечение этих всех работ и жизни коллектив считает компьютер. потому что он не наврет и не украдет. Вот для применения электронных вот этих вот ну разума вот этот вот, который сейчас создает вот этих вот для технических решений, как это называется, я забыл. У Наташи надо... Айти. Айти, да, да. Вот он применение найдет именно там, в более правильном направлении. Это не разум. Это счетчик. Счетчик. Разум искусственно создан быть не может. У меня это в книге написано. Это только у человека может быть. Вот, Игорь Николаевич, в вашей книге про ненасильственное развитие написан вопрос. Во вступительной части есть прекрасное стихотворение «Вифлеемская звезда, звезда разума». Оно, видимо, ваше. Вы автор. Могли бы вы его зачитать? Оно заслуживает быть услышанной широкой аудиторией. Пожалуйста. Может быть, ваша помощница Наташа его для всех прочитает. Это было бы всем интересно. Я помню я помню стихотворение на память. Если у вас есть время, я его прочту. Естественно, это мое стихотворение. Меня Яндекс долбал, чтобы я свои стихи издал. Но, к сожалению, у меня очень много и других дел. Поэтому стихи я пишу в разных случаях. А стихов я вам своих могу целую кучу прочитать. Не только ядерщик-физик, профессор, но еще и экономист, о чем мы еще потом поговорим, еще и поэт. Талант не бывает однозначный. То есть он многосторонний. Вот очень здорово. Я гожусь... Ну, вы что, прочитать Витриенскую звезду? Мы все ждем. Я в мир пришел... Сейчас, как там, в начале-то я что-то выспасил их голову. Я в мир пришел, когда... сейчас одну минутку выспасу. Я перебщиховал, и в мир пришел, когда... А! Помню. Я в мир пришел, когда Георгий истоки злобы поразил, и светом радостной надежды народом мира осветил. В те годы мы росли, мужали, и... и... тайны мысли... Сейчас я что-то издал... память стал отдавать. В те годы мы росли, мужали, и тайны мира постигали, открытые трудами тех, кто соль земли и светом мира в трудах своих великих был. Их ум Бог мыслью озарил. Тяжел удар, тяжел удел был человека трудиться до скончания века. Но Майор и Корно пришли, и люди силу обрели. Огонь теперь внутри машин работает как легендарный джинн. Гальвани, Ом и Фарадей, как Зевс могучий для людей. Они познали молнии силу, теплой свет подвластны миру. Попов, Герц, Максвелл, Эдисон в реальность превратили сон, и мысль во все концы земли эфира волны понесли. Вот Бекерель, избранник Божий, он свет надо же стал забывать. Вот Бекерель, избранник Божий, он свет, Наталья, смотри, он свет ядра увидел вдруг, и мир тот странный, непохожий на то, что видим мы вокруг, и вслед ему титанов ряд, уж мысли в чудеса творят, и мир увидел сон сгорения, как от отца предупреждения, и мне открылся мир искусств, источник вдохновенных чувств, и я узнал, что демон грустный над падшим миром пролетал, исканием Фауста послушный, сомнением Гамлета, внимал с пророком в рубящи, с цветом в людской пустыне я влачился, я видел, как лукавый шут над власть имущими глумился, как хитроумный Бродобрей ни в грош не ставил мира славу, а слава только от людей, от Бога шли им позор по праву. Позор по праву, ну, подскажи мне дальше, что вот, но в мире полном лжи и злобы, любви прекрасной гений жил, и счастья, радости безмерно он человечеству явил, к фонтану струй воды живой, поэт приносит в дар две розы, и там он видит очи той, как восхитительные грезы, они мерцали сквозь туман, в них было все, испуг, обман, покорность, преданность, сомнения, и розы черные вожделения в бокале солнечном аи, они светлые, как луч зари, как взгляд прекрасный юный эос, когда она из пены волн выходит перстами сверкая, перстами сверкая, плечками старцев увлекая, что мыслью в вечность погружен, но что я не вижу дальше, вот здесь, но в мире вот тут вот и в наши дни, когда судьбина в нос ввергла нас в англу и мрак, когда поставил под сомнение народу в будущее враг, мы стали вновь в единстве строгом, и он пришел и встал между нас, чтоб свет звезды, зажженной Богом, над миром никогда не гас. Поэтому Вифлеемская звезда называется звезда разума. Значит, у меня тут фрагменты про науку, про искусство, литературу и про любовь. Основные фрагменты человечества. И там использованы мысли из ведущих произведений литературы. В детстве я очень много читал. Мама мне книжки доставала, и я читал все. Поэтому я все это знаю и помню. Вы рисовали, я знаю, потому что я в одном... Вы рисовал в детстве, да, потом забросил. А писатель до сих пор пишу. Когда Славка Ямщиков умер, я за несколько дней, мне что-то в голову упало, и эпитафия вдруг у меня в голове появилась. Иссякло тело, вознеслась душа, соединившись с высшим сутью мира, а свет любви, любви чего-то и добра, последний вздох ушедшего кумира. это было за три дня до смерти Ямщикова, Савва, его имя настоящее было, а в коле мы его звали Славка, он стеснялся имени Савва. Сейчас ему памятник во Пскове стоит. Да, да, скажите для всех, для всех скажите, что кто не знает, это был друг Игоря Николаевича, великий, великий, кто он был? Реставратор. Реставратор, да, и там памятник стоит ему, да, вы можете... И он был, его Тарковский пригласил, когда Славка был на втором курсе института, Тарковский пригласил консультантов на фильм Андрея Рублева, и у него даже там какая-то эпизодическая роль была. Да, вот такие дела, так что душа художника, душа поэта, пределы мира, вот эти вот бытовые переходят, общаются. Есть все стихи, есть вот два-три книжка. Да, вот, пожалуйста, молодец, Игорь Николаевич. Вот почему, мои друзья, вдруг оказалось к моему неожиданному приятному изумлению, что Игорь Николаевич не только ядерщик, физик, профессор, он еще прекрасный искусств, то есть когда увидел мои картины, он выбрал, он просто сказал, вот это хорошее, вот это хорошее, а это надо доработать. Прекрасный разбирается в искусстве, поэтому у него белая ромашка. Игорь Николаевич, и на даче у вас тоже там белая ромашка, вы когда будете вести интервью с кем-то еще там, вы же много выступаете? Да, ну, когда вот белая ромашка, когда Нататя разрешит туда поехать. Да, да, да. Потому что она же лечением занимается и говорит, где чего. Друзья, Наташа, поедем, и можно будет там показать все. для юмора я скажу, что Наташа Кузьмина, наш белорусский партизан, белорусский партизан, наша приятельница, она написала книгу, 500 страниц. Наташа, покажи свою книгу. Иди, покажи книжку. 500 страниц, я не мог 500 страниц писать. Сейчас самое главное, это, конечно, энергетика. Поэтому я все усилия сейчас туда направляю. То есть успеть до того, как я буду отсюда, хотя бы начать работать. Ну, конечно, конечно, наша задача, чтобы вы не отбыли отсюда, поэтому мы проводим наши встречи, потому что, когда человек занят любимым делом, он как раз и расцветает. Вот вы, кстати, молодеете. Вот память прекрасная. Это Наташа. Вот книжка, Наташка. Да, про метод ключ. Там и фантастическое направление, и реальное из интервью. А сейчас Наташа там у нас сидит, у Игоря Николаевича. Я надеюсь, она интервью берет и напишет новую книгу про энергетику. И ромашка наша является символом этой энергетики. Это солнце, которое дает жизнь всему миру. Это, кстати говоря, будем дружить. Вот там написано, еще, видимо, Адама писала, она написала, вас двоих слушать можно бесконечно. Игорь Николаевич, скажем ей спасибо, и всем нашим друзьям, которые к нам подключаются. Пишите, пожалуйста, комменты. Смотрите каналы, на которых выступает Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, где еще вас можно посмотреть, чтобы люди сразу могли туда перейти и посмотреть? стоп, стоп, вот, допустим, у кого-то интерес будет послушать интервью ваше, там, как вы общались, там, с учеными, там, или еще что-то, что они, в Сталинграде, или где они могут посмотреть, там? Ну, я не знаю, у меня много берут интервью, я не слежу и не помню, потому что... Ну, пусть напишут просто Игорь Николаевич Острецов, профессор, физик, ядерщик. Вот так напишут, выскочут, да. Ну, последнее интервью, там, масса чего вылезет. Да. Игорь Николаевич, спасибо вам, сердечко. Да, книжку можно тоже в интернете смотреть, вот на сайте. Ну, то есть, она тоже открыта, там масса есть. Кто-то захочет купить ее, где он будет покупать? Концептуали сейчас. Концептуалы дают. Очень хорошо. Сейчас есть концептуали, но будут еще и другие издания. Игорь Николаевич, вот, напоследок, до следующей встречи, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать всем, чтобы что, чем помогли вам? Дайте вашу карточку, пусть кидывают туда, кто хочет добровольно, чтобы вам помогать, как-то жить, потому что кроме духовного есть... Главное лечиться. А как вам точка помогает, которую мы... Ну, естественно, я, так сказать, это стабилизирует нервы, потому что вот это постоянное харкканье, вот мой любимый агрегат. Ну, оно уменьшилось, не уменьшилось, как вы говорите. Главная проблема вот сейчас будет, это у меня заснуть. лекция, когда ложись, а из глотки лезет и щекотит, то заснуть очень тяжело. И вот принимаем, предпринимаем все меры, чтобы как-то у меня эту слизь убрать, чтобы она не лезла оттуда. Потому что началось с легких, а я никогда не курил. каждое утро зарядка с гантелей имеют больные легкие желудочно-кишечный тракт. Это после пневмонии, потери зубов, которые мне специально сделали. Ну, в общем, 10 лет не могли диагноз поставить. В общем, кошмар. Медицина у нас что надо. Вот я вас уверяю, сейчас вам начнут писать, рецепты писать всевозможные. Потом захотят приехать, вам там массировать, делать всякие методики. Сейчас миллион людей также будут вам сейчас писать. Я вас очень прошу выборочно относитесь к этим. Вы человек очень добрый, вы никому отказать не можете, поэтому хотя бы несколько дней, пока мы эту точку колем убьем током, вы занимаетесь внешней энергетикой, а я как врач иглотерапевт током бьет, это внутренняя энергия человека. Вот это соединяется у нас. Таким образом, пока подождите, смешивать в одну кучу эти все рецепты. Хорошо? И самое главное, когда вы утром делаете свою физкультуру, добавляйте туда сихрогимнастику, эти принципы, подбирайте действия, которые хочется продолжить, а которые требуют усилия, не делайте. Просто включите туда этот принцип. И третье, если днем вам захочется подремать, обязательно надо подремать, потому что организм уже источается, ему хочется восстановить силы, и если это преодолевать усилием воли ради каких-то других целей, потом и кашель усиливается, потом и сон нарушается, поэтому хочется подремать, подремать надо. Это очень важно, это, как говорится, от природы, это никто нас этому не учит, кроме нашей школы, человек больше, хомофутурмс, потому что люди, которые не высыпаются, они все время в дневном напряжении. Игорь Николаевич, огромное вам спасибо, обнимаю, до встречи, до встречи. Посмотрим, спасибо. Спасибо всем, кто слушал передачу.